Анелия и Котофей Это начинается новая вечерняя катакония Привет, Котофей! Только не ругайся! Ну да, я немного опоздала, но мне на это действительно уважительная причина. Ну не знаю, не знаю, Нелия. Это какая-то такая причина должна быть, чтобы я тебя простил. Котофей, ну ты представь, перед тобой сидит профессиональный танцор. Правда, это пока еще только в будущем, но ты уже можешь привыкать к моему новому статусу. Не понял. Я опять что-то пропустил? Нет, Котофей, ты как раз-таки наоборот узнаешь все первым. Я записалась на уроки танцев и сегодня уже ходила на первое занятие. Ну и как там? Понравилось, надеюсь, раз ты еще и опоздать умудрилась. Конечно, понравилось, Котофей, ведь танец – это не просто вид искусства. Танец дарит человеку здоровье. Правда, его действие немного отличается от действия таблетки, которая снимает боль. Но, кстати, танец очень хорошо способствует уменьшению мышечного напряжения. Интересно, интересно. А как лекарство этот твой танец можно использовать? Конечно, Котофей, ведь танец – это жизнь. В первую очередь различные движения, прыжки, вращения очень хорошо способствуют укреплению мышц, заставляя их напрягаться. А еще танец – это отличный способ психотерапии, особенно для тех, кто не уверен в себе и постоянно чего-то боится. Так, мне срочно, срочно нужно заняться танцами. Это ты с чего вдруг такие выводы сделал? Ну, ты же сама сказала, танцы прекрасно подходят для тех, кто постоянно чего-то боится. Котофей, что-то я немножко не понимаю. Мне кажется, что ты всегда такой смелый и уверенный в себе. Это чего это ты вдруг боишься? Ну, не то чтобы боюсь, но когда Марья Ивановна смотрит по журналу «Кого бы вызвать к доске», вот, когда вводит карандашиком то вверх, то вниз, знаешь, как страшно становится. Это она сейчас возьмет и назовет мое имя. Котофей, кажется, я знаю один способ, как побороть страх в такие моменты. Да? Так рассказывай быстрее. А твое это средство точно поможет? Конечно, Котофей, это средство действует на 100%. Тебе просто нужно учить уроки. Вот ты почему боишься, что тебя вызовут? Потому что не готовишься. А если ты будешь учить все, что задает Марья Ивановна, то ты еще и сам будешь проситься, чтобы тебя к доске вызвали. Ты правда так думаешь? Ну, конечно, Котофей, вот ты попробуй, а потом нам с ребятами расскажешь, права я была или нет. А как же быть тогда с танцами? Если я не буду больше ничего бояться, вот, что мне, и на танцы ходить нельзя тогда, что ли? Ну, почему же нельзя? Можно. Я бы даже сказала, нужно. Ведь танец, это такое искусство, которое помогает отвлекаться, расслабляться. Вот ты только представь, вот научишься ты красиво двигаться и пригласишь Пашку на танец на школьном балу. Представь, как Васька будет тебя завидовать, что ты умеешь танцевать, а он нет. Точно! Точно! Тогда не будем терять времени! Возьмешь меня в следующий раз с собой? Конечно, Котофей, обязательно возьму. Ну, а теперь самое время смотреть мультик. Ага-ага-ага. Ну что, Котофей, пора по домам? Ах, слушай, чуть не забыла, нужно же еще ребятам про конкурс напомнить. А, ну да. Итак, итак, и для тех, кто еще не знает или знает, но забыл. Самый новогодний конкурс под названием Котофей и Новый год продолжается. Мы ждем ваши рисунки до 22 декабря. Присылайте мои новогодние портреты в редакцию телеканала Гродно Плюс по адресу АЖК-1 с пометкой для Котофея. А победители ждут приятные подарки от детского игрового центра «Бим-бом» и студии песочной анимации «Сэнд Сторм». Изображать новогоднего Котофея лучше всего на альбомном листе. И да, возраст участников не должен превышать 14 лет. Ну, вроде все сказали. Пора отправляться по домам. Пока, Котофей. Пора, пока, пока, пока. Пока, пока. Пока, наверное, пока. Ой. Мне ж к танцам подготовиться нужно. Интересно, а как там к ним готовиться-то, а? Может, поесть надо? Точно! Пойду-ка я подкреплюсь. Только вот не могу никак понять, мне сейчас больше любительской колбасы хочется или сырокорченой. А может быть, сделать бутерброд? Толстый-толстый кусок любительской. И маленькие, но много, кружочки этих, как их, сырокопченой. О, какой интересный бутик будет! Так я, может быть, даже и свой этот открою. Кафешник по бутербродам. Время приходит ложиться спать. Завтра мы встретимся с вами опять На той же скамейке и в тот же час Амирия и кот ожидают вас.